Привет, друзья! И сегодня у нас на обзоре колода, которую я назвал Необычный Дракула. Но прежде чем мы к ней приступим, я вас призываю подписаться на свой телеграм-канал. Ссылочка есть в описании, чтобы быть в курсе всех моих новостей. И почему вы спросите меня, друзья, эта колода называется Необычный Дракула? А всё потому, что это не классический дискард, да, сброс с Дракулой, а это колода наполовину с Ушка, с Дракулой, и наполовину с Жиром, с Жирными картами, да, 4-10, с Каром и Инфинаутом. И как с этим всем жить, вы спросите меня, и я вам, друзья, отвечу. Суть данной колоды заключается в чём? Что мы хотим видеть Забу на первый-второй ход, хотим на третий ход уже кинуть какую-то удешевлённую десятку. Конечно, это в идеале, это не всегда будет получаться, но в идеале это выглядит так. На третий ход кидаем десятку, на четвёртый ход кидаем Дракулу, на пятый ход кидаем вторую десятку, и на шестом ходу, друзья, внимание, на шестом ходу у нас Скар будет стоить 2 маны, и у нас остаётся 4 единицы маны, за которые мы играем Колин Винг обязательно, если у нас в руке есть какие-то слабые карты, да, то есть в идеале, чтобы там лежал Инфинаут, и, допустим, какая-то ещё слабая карта, к примеру, да, чтобы Колин Винг её сбросила, и Дракула практически там, если это одна карта останется, то со стопроцентной вероятностью, если там ещё какая-то карта будет, то Дракула там с 50% вероятностью достанет что-то жирное под себя, ну, конечно, в идеале это Инфинаут, Инфинаута мы хотим играть в Дракулу всегда, вот, тут у нас есть Strong Guy и куча-куча дешёвых карт, да, вы можете это заметить для того, чтобы мы как можно больше карт скинули к шестому ходу, чтобы Дракула у нас сыграл какую-то дорогую карту в себя, да, вот, подзушек у нас есть, допустим, к третьему ходу, не всегда у нас есть возможность сыграть какой-то жир, да, Забу не всегда есть, то третий ход для нас это Шанна, Стронгай, либо Марвел Бой, вот, что-то из этого, в зависимости от того, что у нас есть в руке. Первый, второй ход, понятно, Колин Винг держим всегда на конец, мы её вообще не играем, вообще не трогаем, мы её держим до последнего хода, вот, мы её держим до последнего входа, ну и смотрите, друзья, если, допустим, на последнем ходу у нас будет, допустим, в руке две десятки, тогда её, как бы, смысла особо играть нет, да, то есть у нас кинет десятку, Дракула так десятку сыграет. Лучше там, ну, её можно кинуть, да, как просто 400, так, примерно, но это просто привёл к примеру, да, вот. Что ещё по картам? Да, в принципе, и всё, да, кидаем Дракулу, кидаем десятки по возможности, вначале разыгрываем какую-то мелочь, разыгрываем, допустим, Марвел Боя на третий, если ничего лучше у нас нет, чтобы эту мелочь, так сказать, единички, он у нас потихонечку начинал апать, набираем какие-то статы, и потом у нас финиширует, конечно, Скар с апнутым Дракулой, который схавает какую-то дорогую карту. Вот и всё, друзья, такой вот необычный Дракула, бежим в инфинити, я спустил очень много рейтинга, потому что тестил, много чего тестил, не люблю тестить в завоеваниях, играю всегда, как бы, в ранговых, поэтому, друзья, много слил ранга, ну, ничего страшного, зато есть, что вам показать. И смотрите, идеальный у нас первый ход, у нас есть Забу, у нас есть Забу, это, в принципе, уже хорошо, уже какой-то ключ к успеху в этом поединке. Так, возможно, это баунс, соперник 7800, неплохой. Так, раскрытие срабатывает дважды, но у нас Шану я бы не советовал, наверное, играть на раскрытие, потому что она нам все локи практически забьёт, и это будет не очень интересно. У Тайсмена, конечно же, мы сыграем в центре, чтобы он два раза использовал свой набор. Вот, неплохо. Так, он, значит, делает демонов, окей, будем иметь в виду, будем иметь в виду, ну, пока что я вижу Marvel Boy, не Шану, вижу Marvel Boy на третий, вижу всё-таки Marvel Boy, наверное, Е, Шану, если чё, если чё, если чё, даже не знаю, если чё, будем ли мы её вообще играть, ну, пока что я вижу Marvel Boy, и Мэри на четвёртый. Мэри, мы не будем играть, в центре, потому что она у нас снизит силу карт, мы её сыграем вправо. Мы её сыграем вправо на следующем ходу. Вот, и он уже разыграл одного из демонов, окей. Marvel Boy потихонечку начинает. У нас нет Дракула, у нас нет Дракула, это проблема, но мы можем разыграть Скара неплохо на шестом ходу. Вот, за четыре маны, и посмотрим, что нам ещё зайдёт в руку. Ну, пока что выглядит всё, в принципе, более-менее, но у нас нет никакого контроля, да, против единичек, против демонов и так далее, плюс Грандмастер меня немножко, 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 напрягает. Ну, посмотрим, друзья, посмотрим, что из этого выйдет. Посмотрим. Так, соперник слишком долго думает, видимо, что-то грандиозное он планирует разыграть. Так, демон, окей. Окей, а зачем ему демон на 8? Конечно, такое себе. И Дэдлок. Дэдлок убивает капюшона на минус 3. Что-то странное, если честно, он делает. Это какой-то у него дестрой с Грандмастером. Я, если честно, не знаю, что это за колода. Смотрите, друзья, такая история. Стронггая смысла нет играть, потому что мы из руки карты никак не скинем на шестом ходу. Можно, в принципе, уже сыграть Скара, как вариант. Уже сыграть Скара. И на шестом... На шестом уже кинуть Шанну. Со странгаем. Не знаю, не знаю. Ну, я думаю, у него Шанчинет. Давайте кинем Скара. Ну, и придется кидать, наверное, сюда, чтобы не получить дебаф от Мэри. Хотя, в принципе... Блин, можно и к Мэри кинуть, он минус 1 получит. В принципе, не так критично. От Шанны тоже карта, которую она сделает, получит минус 1, потому что она кинет во все 3 локации карты. Мы, наверное, Шанну кинем в центр, да, чтобы она тут 2 и тут 2 нам сделала. Все-таки это будет выгоднее, чем просто как бы сыграть. Немрот. И смотрите, друзья, такая история. Он уже его захавал. 6-6. Ну, это слабый Немрот. Это очень слабый Немрот. Смотрите, какая история. Мы кидаем Шанну в центр. Она нам тут 2 карты сделает, тут 2 карты сделает. Либо кинуть сюда. Нет, давайте так, оставим. И, 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 и что? Стронгай. Блин, с другой стороны, конечно, было бы прикольно его сыграть, но нет смысла колин винк разыгрывать. Ну, просто как 4 стата, да? Просто как 4 стата. Ну, давайте так, либо в... Нет, давайте так, да. Все, смотрим. Может, какие-то сильные единички нам еще Шанна сделает, было бы прикольно. В центре мы не вытягиваем, право мы вытягиваем, вроде как. Да? Центр мы не вытянули. Ё-моё. Смотрите, какие нам единички офигенные сделала Шанна. Блин, да ладно. Смотрите, ничья слева и минус 1 справа. Понятно, что тут Мэри, но, блин, можно было какие-то и более сильные, наверное, единички сделать, да? Не было это вообще что? Не было это вообще что? Просто не повезло, друзья, нам в этой катке. Просто не повезло. Плюс Дракулы не было. Да, плюс не было Дракулы, мы не разыграли нашу комбу. Это, конечно, неприятно. Вот. Ну ладно, ничего страшного, идем дальше. Это все-таки, ну, были у меня катки, когда эта колода прям очень хорошо себя показывала. У меня были даже несколько побед подряд. Но я бы все-таки не сказал бы, что это колода для поднятия позиций в рейтинге. Это больше близится к фан-колоде, но не такой, что там фан ради фана. Действительно фан, но как бы с возможностью и как-то эффективно играть. Белок я вообще не хочу играть, если честно, сейчас, потому что у нас уже куча единичек, у нас Marvel Boy будет неплохо разыгрывать. Ну и Colin Wing мы не играем. Конечно же мы не играем. Да, Marvel Boy, Iceman пускай пока отдохнет. Заполненная касса продолжает плюс-трик максималки. Кстати говоря, было бы неплохо, наверное, запл... А, ну все, он поменял, окей, через Мэджика. Пускай, пускай меняет. Marvel Boy начнет потихонечку у нас прокачивать белочек. Так, четвертый ход. Слушайте, это Cross Bounce. Это, конечно же, Cross Bounce. И сюда, да, мало ли что, будет Шанчи, чтобы две карты не потерять. Кинем в одну локу десятку. Вот, ну и нам нужен Scar, друзья, нам нужен Scar. Он играет вонга. Он играет вонга. Какая-то открывашка у него будет, скорее всего. Scar'а нет. Можно, кстати, сейчас вообще пропустить ход и сыграть Infinite Out. и сыграть Infinite Out. Либо что, либо что, либо что. Но у Дракула, опять нам Дракула не зашел. Я тут вижу пропустить ход и сыграть Infinite Out на шестом и потом посмотреть, что будет на седьмом. Торох он будет разыгрывать. Окей, значит, в центр нам лучше не суваться, либо же кинуть туда Infinite Out. Либо не суваться, либо кинуть Infinite Out. Куда нам его кинуть? Давайте, не, ну, блин, в центр. Давайте вправо кинем Infinite Out. и потом в центре просто. Надеюсь, у него пантер никаких не будет, но скорее всего будет молоток и воли. В конце. Или что? Окей, хорошо, что мы не полезли в центр, слушайте, в принципе, неплохо. И Скарчик за два. Идеально, почему бы и нет. Сюда идет Скар. Мэри у нас играет на 7, да? Она сыграет на 7. На 7, на 7, на 7. Он отступает. Окей. Неплохо, неплохо мы сыграли сейчас. У него не было ни единого шанса, поэтому... Окей, ну, к сожалению, один только куб, но победа. Победа. И опять же, мы Дракулу так и не увидели, да? То, ради чего мы здесь сегодня собрались, мы не увидели. Мы не видим Дракулу, он нам не заходит в руку. И вы знаете, если он нам сейчас не зайдет, то я, наверное, еще одну катку сыграю, потому что все-таки хочу увидеть Дракулу. Но с другой стороны, выбирать какие-то для вас определенные катки тоже не особо хочется. Я хочу, чтобы именно в прямом эфире видели вот всю ситуацию по данной колоде, да? Ну, не заходит Дракула, и вот что нам делать, если Дракула не заходит? Так, Забу есть, это уже хорошо. Это уже хорошо. Кладет какую-то карту в руке. Давайте в разные локи кинем единички. Мало ли, от Марвел Боя не будут апаться, чтобы потом нам какой-нибудь шарики... Отлично! Слушайте, нам повезло. Капец как. Нам капец как повезло с Инфинаутом. Нам капец как повезло. Слушайте, я, наверное, с Ронгая тоже разыграю, потому что попахивает тем, что мы все карты из руки выкинем. Кинем сюда, он будет девяткой, в принципе, неплохо. И вот сюда пойдет нал. У него пойдет сюда нал. И тут, конечно же, вопросик, хватит ли нам? Хватит ли нам? Но посмотрим. И теперь вопрос, кидать ли мне Мэри сюда? Ну давайте, да, давайте разыграем. Пускай будет. Надо, чтобы она влево прыгнула. В идеале. Но он сейчас, конечно, блин, киллмонгером убьет все единички, скорее всего. У него есть киллмонгер, да, в Дистро всегда есть киллмонгер. Поэтому шанну пока не разыгрываем, шанну ставим на потом. Ну и у него на лбу здесь жесткая, прям капец. Прям капец. Да, тут, скорее всего, мы проиграем без вариантов. Без вариантов. Если бы в финал, допустим, у нас влево был бы, а, блин, она еще и прыгнула сюда. Окей, ну, скар за ноль это всегда круто. Скара мы, наверное, хотя, пока он киллмонгера не сыграл, мне что-то стрёмно выкидывать, выкидывать шанну. Выкидывать шанну. Он все равно убьет это все. А на шестой мы тогда что кинем? Что-то тогда кинем. Блин. Но я сейчас все сыграю, но все равно ее убьет через киллмонгер. У него по-любому есть киллмонгер. Смотрите. Дэдпулы сейчас киллмонгер у него будет. Кто убьет всех дэдпулов. Блин, да где его киллмонгер, да камон. Понятно, у него нет киллмонгера. И такая ситуация. Мы можем, конечно, кинуть Дракулу, да, но он у нас четверочку только захавает, да, Колин Винг. Он отступил, прикиньте, что мы выиграли. Блин, ну мы Дракулу не разыграли. Мы не разыграли Дракулу. Давайте еще одну катку сыграем, потому что видео, в принципе, получается довольно-таки недлинным, потому что во второй и третьей игре соперник отступил. Давайте сейчас откроем, кстати, тайничок. Кредит, окей. Давайте еще сыграем катку. Может быть, сейчас Дракула будет у нас в начале игры. Ну, хотя бы раньше зайдет в руку, чем на последний ход, чтобы вам немного показать логику. хотя колода и так довольно-таки простая, в принципе. Опять, ну, есть Заба у нас в начале, но нету Дракулу. Нету Дракулу. Здесь надо разыгрывать карту. Окей. И в прошлой игре, как вы могли заметить, Дракула стоил 3 мана. Благодаря Забу Дракула стоил за 3. И вот это действительно прикольно. Скар. Окей. Окей. Marvel бой будет играть в одного только Забу. Пока что. Хотя может зайдет какая-нибудь десятка за 3. Мэри, например. Не заходит. Окей, накидаем Marvel боя. Давайте даже не знаю сюда на шестом нельзя. Окей, тут кстати вот эта лока прикольная под Шаннон. У нас пока нет Шанны. У нас пока нет Шанны. Понятно, но против Тены нам будет сложно. Сложно будет против Тены выстоять. Предлагаю в ту локу вообще не лезть. Отлично, играем здесь кроссбаунса. В эту локу предлагаю не лезть. Он разгонит скорее всего Тену, кинет железного человека туда какого-нибудь. Плюс на шестом ходу нельзя разыгрывать карты, а он еще Тену апнет. Я думаю, эту локу мы и так проиграем, поэтому сюда мы не пойдем. Смотрите, нам нужен Дракула, у нас есть Инфинаут в руке, есть Колин Винг, который что-то сбросит слабенькое. Вот, и все будет неплохо. Дракула будет стоить 3, если он нам зайдет в руку. Кстати, Дракула даже можно и на шестом разыграть вместе со стронгаем, допустим, да, на пятом разыграть, там, не знаю, Скара какого-нибудь либо на шестом, плюс еще будет 7 ходов у нас в этой игре, поэтому я думаю, Дракула мы может и найдем, да, то есть внутри карты вытянем из пяти, я думаю, будет Дракула. Мэри, окей, Мэри, не хочу я лезть туда, как я и говорил, не хочу, сейчас сделаем Скара стоимостью 2, так, отлично, он разгоняет те, ну окей, Марвел Бой играет в одного Забу, ну не было нас, к сожалению, о, отлично, смотрите, Дракула, и тут вопрос, куда мы пойдем с Дракулой, с Дракулой вообще можно было бы пойти нам на последнем ходу, да, сыграть Скара, сыграть Дракулу, сейчас, ну блин, мы тогда потеряем анну, окей, давайте играем тогда Дракулу и Стронг Гая, давайте сюда Дракулу, сюда Стронг Гая, слушайте, пока все выглядит очень неплохо, прям максимально неплохо, Дракула пока играет в Инфинаута у нас, друзья, но проблема в том, что, да, мы сейчас какую-то карту вытянем под сброс, под сброс сыграем Скара и Колин Винг, что-то скинем и Дракула сыграет в Инфинаута, Мистик у нас сыграла в Муравья, да, слушайте, нормально, Белочки, Белочки, Белочки будут под сброс, отлично, тут у нас будет плюс 20, то есть тут 30, он ничего с этим не сделает, кидаем Скара в центр и кидаем Колин Винг сюда, да, для страховки, и все, Колин Винг скинет Белочку и Дракула сыграет в Инфинаута, я не хочу снапать, потому что он может отступить, я хочу, чтобы вы увидели, так сказать, вот, эффект, да, и Стронггай у нас еще получит плюс 6, кайф, пацан, не отступай, давай сыграй, он играет, да, хорош, Железный Человек, нет, так, Белочка ушла, Стронггай апнулся, все, мы право выиграли, центр выиграли, все, изи, изи, и Дракула жирает у нас Инфинаута, красиво, друзья, я считаю, что очень красиво, 3133 на ло, когда, вот примерно так, в четвертой игре, мы наглядно увидели, всю мощь, данной колоды, вот, именно так, вот, и надо ее, разыгрывать, вот, надеюсь, вам данное видео понравилось, если это так, то ставьте большие пальцы вверх, пишите в комментарии, что вы об этом всем думаете, ну, и подписываемся на телегу, увидимся, пока-пока.